Золотой светильник Исход, глава двадцать пятая, стихи тридцать первый, сороковой И сделай светильник из золота чистого Чеканный должен быть сей светильник Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него Шесть ветвей должны выходить из боков его Три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его Три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви И три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника А на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами У шести ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под двумя ветвями его И яблоко под другими ветвями И яблоко под третьими двумя ветвями его Яблоко и ветви их из него должны выходить Он весь должен быть чеканный, цельный из чистого золота И сделай к нему семь лампад И поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его И щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми семи принадлежностями Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе На изготовлении светильника скини понадобился талант чистого золота Его стебель был выкован из золотого слитка По обоим бокам его выходили по три ветви А сверху на стебле и шести ветвях светильника находились семь лампад Поскольку светильник был изготовлен из чистого золота Он был просто великолепен И красота его не позволяла отвести взгляд На золотом светильнике было семь лампад с маслом Которые были постоянно зажжены, чтобы освещать святилище Человек мог войти в святилище, только приподняв завесу скинии Сплетенную из голубой, пурпурной и червленой шерсти и крученного весона Войти могли только те, кто верил в дела спасения Представленные голубой, пурпурной и червленой шерстью Таким образом, ни один человек не мог войти в святилище Не имея такой веры Поскольку туда допускались лишь посвященные в тайну голубой, пурпурной и червленой шерсти и крученного весона Таким образом, только верующие в чудесное спасение Сотворенные из голубой, пурпурной и червленой шерсти и крученного весона Могут стать членами Божьей Церкви Четыре цвета завесы при входе в скинию являются прообразом Евангелия воды и духа Предвосхищающим приход Иисуса, который во время своего крещения взял на себя все наши грехи Понес наказание за них, будучи распятым, и пролил свою кровь Именно Евангелие воды и духа является истинным Евангелием настоящего прощения грехов Которые Господь не спаслал нам Евангелие воды и духа состоит из принятого Иисусом Христом крещения и наказания распятием на кресте Которые Он понес, чтобы даровать нам благодать прощения грехов Следовательно, только те, кто всем своим сердцем веруют в эту истину Могут быть избавлены от всех своих грехов Иными словами, Бог позволяет войти в святилище только тем, кто верует в истину голубой, пурпурной и червленой шерсти и крученного весона Подобно тому, как золотой светильник постоянно горел ярким светом в святилище Так и те, кто становятся божьими детьми по вере в Евангелие воды и духа Также освещают этот мир светом спасения, избавляющим людей от их грехов Иначе говоря, только те, кто посредством Евангелия воды и духа получили прощение грехов Могут быть светильниками и излучать свет спасения Чтобы другие люди также могли познать истину и получить прощение грехов Золотой светильник был украшен цветами, орнаментными яблоками и чашечками Бог велел установить на светильнике семь лампад Поэтому, когда светильник зажигался, мрак в светильнике отступал Это означает, что праведники, которые были очищены от своих грехов По вере в Евангелие воды и духа должны собираться вместе Строить Божью церковь и освещать этот мир Свет светильника, который ярко горел в святилище Это Евангелие воды и духа, которое прогоняет тьму из этого мира Чтобы избавить нас от греха, Иисус Христос пришел на землю во плоти человека Чтобы взять на себя наши грехи, Он принял крещение от Иоанна И чтобы понести наказание за наши грехи, Он был распят Таким образом, Иисус стал светом спасения Во дворе Скинии грешники, возлагая руки на головы жертвенных животных Передавали им свои грехи И, убивая жертву, позволяли ей понести наказание за грехи Подобно этому Иисус Христос совершил наше спасение Приняв крещение от Иоанна и смерть на кресте в соответствии с Божьим законом Он стал светом спасения для всего человечества Делами, открывающимися в голубой, пурпурной и червленой шерсти И крученном весоне узорчатой работы Иисус Христос исполнил спасение всего человечества Таким образом, веруя в дарованное нам Иисусом Евангелие крещения и крови Мы были спасены от всех наших грехов Все, кто веруют в Иисуса Также должны открыть для себя свет этой истины Иисус Христос зажег свет спасения в этом мире Чтобы те, кто был рожден свыше от воды и святого духа Могли войти в Царство Небесное Таким образом, только рожденные свыше Могут стать частью Божьей Церкви И иметь право сиять и распространять свет воды и духа По всему миру Поскольку лишь эти люди веруют в Евангелие воды и духа И проповедуют его Бог доверил это Евангелие именно им И позволил им сиять светом истинного Евангелия Итак, мы должны осознать Что работа по распространению света Евангелия По всему миру Может быть выполнена лишь теми Кто верует в Евангелие воды и духа Как в неприходящую истину Грешники не могут войти в святилище Войти могут только те Кто верует в Евангелие воды и духа Как в неприходящую истину Грешники не могут войти в святилище Войти могут только те Кто верует в Евангелие Открывающиеся в голубой, пурпурной и червленой шерсти Завесы на входе в скинью Таким образом, только те Кто знают истину голубой, пурпурной и червленой шерсти И верят в нее всем сердцем Могут войти в скинью И выполнить работу По зажиганию яркого света спасения в мире Завеса при входе в скинью Сотканная из голубой, пурпурной и червленой шерсти И крученного весона Также освещала путь к спасению Чтобы те, кто ищет скинью Могли принести жертву Бог сделал завесу Из тех же четырех цветов Но люди во времена Ветхого Завета Принося ежедневные жертвы Не могли стать безгрешными навсегда Поэтому они продолжали ждать Мессию Однако, когда Мессия Иисус Христос Действительно пришел Иудеи не осознали Что Он и есть истинный Мессия Принесший единственную и неприходящую жертву В соответствии с откровением Открывающимся в цветах завесы скиньи Подобно ветхозаветным иудеям Множество современных христиан Хотя и вызывают к имени Иисуса Не знают, что Он пришел голубой Пурпурной и червленой шерстью И крученным весоном И исполнил наше совершенное спасение Когда люди Ветхого Завета Приносили жертвы с возложением рук И кровью жертвенных животных Они должны были верить Что именно так Подобно жертвоприношению Должен появиться Спаситель Так и сегодня Люди должны верить Что Спаситель Иисус Христос Пришел на землю Взял на себя все грехи мира Приняв крещение В соответствии с Ветхозаветной системой Жертвоприношений С возложением рук И кровью Был распят Пролил кровь на кресте И тем самым Спас свой народ от греха Но поскольку эти люди Даже не знакомы С Ветхозаветной системой Жертвоприношений Они не имеют Ни малейшего понятия О том Как пришел Иисус Крещением и кровью Или только кровью на кресте Или как обычный Спаситель С точки зрения Бога Вера, которую современные христиане Приписывают системе Жертвоприношений Времен Ветхого Завета Такая же неправильная Как и вера Народа Израиля Поскольку евреи Не имеют Настоящей веры В Мессию О котором говорит Система Жертвоприношений Они не могут поверить Что Мессия Сошел на землю Был крещен И пролил Свою кровь Но все народы мира Включая Народ Израиля Должны верить В Евангелие воды И духа И в то Что Иисус Избавил их От грехов Благодаря своему Крещению И распятию На кресте Чтобы спасти Вас и меня От всех наших грехов И осуждения За них Иисус Христос Принял крещение И пролил Свою кровь На кресте Благодаря Истине Сокрытой В голубой Пурпурной И червленой Шерсти Завесы Входа Во двор Скинии Про образу Евангелия Воды и Духа Мы имеем Возможность Узнать Об Иисусе Христе Это истинно Спасение Гласит Что люди Получают Прощение Своих грехов По вере В настоящее Евангелие Веру я В Евангелие Воды и Духа Которое Иисус Христос Даровал нам Действительно Придя на землю Приняв крещение И умерев На кресте Вы будете Иметь веру Которая Спасает Вас В ваших Сердцах Эта Истина Спасла Вас От всех Ваших Грехов В святом Храме Божьем Было Три Завесы Все Они Были Сотканы Из Голубой Пурпурной И червленой Шерсти И Крученного Вессона Узорчатой Работы Как я Уже Неоднократно Повторял Эти Четыре Цвета Точно Указывают На Божье Спасение Чтобы Спасти Нас От Грехов Бог Установил Закон Прощения Грехов Исполняемый Через Голубую Пурпурную И червленую Шерсть И Крученный Весон Узорчатой Работы Таким образом Если мы Веруем В соответствии С этим Законом Прощения Грехов То Бог Принимает Нашу Веру И Навсегда Спасает Нас От Наших Грехов Только По Верия В Евангелие Воды И Духа Открывающиеся В голубой Пурпурной И Червленой Шерсти Каждый Из нас Может быть Навсегда Избавлен От Всех Своих Грехов Зная И Веруя В Истинное Значение Установленной Богом Системы Жертвоприношений Любой Человек Может Прийти К нему При входе В святилище Скинии Стояли Пять Столбов На которых Висела Завеса Сотканная Из Голубой Пурпурной И Червленой Шерсти И Крученного Висона Узорчатой Работы Чтобы Прийти К Богу Нам Необходимо Иметь Веру В Четыре Деяния Иисуса Символизируемые Завесой Сотканной Из Материалов Четырех Цветов Вера Символизируемая Голубой Шерстью Говорит О том Что Иисус Христос Приняв Крещение Взял На себя Все Наши Грехи Вера Символизируемая Червленой Шерстью Говорит О том Что Иисус Понес Наказание За наши Грехи Будучи Распятым И Пролив Свою Кровь Вера Открывающаяся В пурпурной Шерсти Означает Что Мы должны Верить В то Что Иисус Христос Есть Сам Бог И Наконец Вера Символизируемая Крученным Вессоном Говорит Что Мы Должны Верить В тщательно Продуманное Слово Божье Гласящее Что Бог Сделал Нас Безгрешными Уничтожив Наши Грехи Тремя Выше Упомянутыми Цветами То Есть Голубой Пурпурной И червленой Шерстью Эта Истина Называется Евангелием Воды И Духа Поэтому Веруя В то Что Иисус Спас Нас Водой И Духом Мы Можем Войти В Царство Божье Это Вера Тех Кто Может Приподнять Завесу При входе В Скинию И пройти В Святилище Завеса На входе В Скинию Сотканная Из Голубой Пурпурной И червленой Шерсти Позволяет Нам Понять Божий Замысел Нашего Спасения Показывает Нам Что Наше Спасение Идущее От Установленного Богом Закона Прощения Грехов Не может Исполнится Благодаря Нашим Собственным Усилиям Даже Если Мы будем Изо дня В день Просить О прощении Наших Грехов Не принося При этом Жертвы Без Возложения Рук И без Пролития Крови Мы не Сможем Спастись От наших Постоянных Грехов Только В том Случае Если Пришедшая Спасти Нас Жертва Возьмет На себя Наши Вечные Грехи Мира Мы Сможем Полностью Избавиться От грехов По вере В эту Истину И тем Самым Получить Прощение Грехов Веруя В Евангелие Истины Всем Сердцем Мы Сможем Проповедовать Евангелие Спасения Которое Дарует Вечную Жизнь Всякой Заблудшей Душе Вера В дела Иисуса Открывающиеся В голубой Пурпурной И червленой Шерсти Позволит Нам Освещать Этот Мир Истинной Прощения Грехов На Светильнике Светилища Было Семь Лампад И когда Эти Лампады Горели То их Свет Отражался От стен Скинии Которые Были Сделаны Из Брусьев Обложенных Золотом И поэтому Эти Лампады Ярко Освещали Все Внутреннее Пространство Светилища Если Бы Светилище Не было Светильника То Там Царила Бы Кромешная Тьма Вот Почему Бог Послал В наш Мрачный Мир Святых И Своих Слуг Которые Веруют В Евангелие Воды И Духа Какую Роль Играл Золотой Светильник Золотой Светильник Говорит Нам О том Что Бог Даровал Нам Веру В Истину Ставшую Светом Мира Мы Должны Верить Что Иисус Христос Родился На этой Земле Принял Крещение И пролил Свою Драгоценную Кровь На кресте Таким Образом Бог Наказывает Нам Верой Зажечь Свет Спасения Если Мы Храним Евангелие Спасения В наших Сердцах И Проповедуем Его Окружающим То В этот Самый Момент Свет Истины Озаряет Всех Нас Люди Видят Этот Яркий Свет И Направляются К Нему Навстречу Осознавая Что Господь Спас Их Голубой Пурпурной И червленой Шерстью И Крученным Вессоном И Осознавая Что Они Стали Божьим Народом Свет Истины Это Евангелие Воды И Духа Задуманное И Исполненное Богом Отцом Сыном И Святым Духом С нашей Верой В истину Гласящую Что Иисус Пришел На Эту Землю Был Крещен И Распят Пролил Кровь И Умер На Кресте И Воскрес Из Мертвых Чтобы Даровать Нам Прощение Всех Грехов Мы Проповедуем Евангелие Тем Кому Еще Предстоит Спастись Если Бы Иисус Христос Не Принял Крещение И Не Принес Себя В жертву Ради Нас То Ни Вы Ни Я Никогда Не Получили Бы Спасение От Наших Грехов Поскольку Иисус Был Крещен Пролил Кровь И Принес Себя В жертву Ради Нас То Он Смог Дать Всем Грешникам Веру Что Спасает Их Мы Не Проповедуем Какое-то Призрачное Учение Мы Распространяем По всему Миру Свет Спасения Открывающийся В голубой Пурпурной И червленой Шерсти И Крученом Вессоне Веруя В крещение Иисуса И Жертвоприношение На кресте Мы Несем Свет Жизни Тем Людям Чьи Сердца Еще Пребывают Во тьме Все На кого Уже Излился Этот Свет Начинают После Этого Свидетельствовать Об Изумительном Чуде Исчезновения Всех Грехов Из Их Сердец Все Люди На земле Узнают О Принятом Иисусом Крещении И О Той Жертве Которую Он Принес Чтобы Уничтожить Все Грехи Мира А Уверовав В то Что Это Так же Их Личное Спасение И что Их Собственные Грехи Тоже Были Полностью Уничтожены Они Откроют Для себя Свет Истины Почему Иисус Христос Должен Был Прийти На эту Землю Почему Он Должен Был Принять Крещение Почему Ему Пришлось Умереть На кресте Почему Он Должен Был Воскреснуть Через Три Дня Ответ На все Эти Вопросы Один Потому Что Иисус Христос Мессия Чтобы Иисус Уполнить Все дела Спасения В качестве Мессии Иисус Принял Крещение И пролил Кровь На кресте И тем Самым Он Зажег Свет Спасения Для Грешников Поэтому Распространяя Свет Спасения По всему Миру Мы можем Дать Возможность Многим Людям Познать Истину Спасения Уверовать В нее И тем Самым Обрести Вечную Жизнь Вы И я Мы Являемся Теми Светильниками Которые Освещают Этот мир Светом Евангелия Воды И Духа Благодаря Евангелию Которое Мы Проповедуем Люди Познают Свет Истины Которая Спасает Их Те Кто Стремятся К свету В этом Сумрачном Мире Увидят Этот Яркий Свет Который Мы Распространяем Придут К свету Истины И будут Спасены От всех Своих Грехов Обретая Веру В эту Истину Все Люди Будут Спасены Евангелие Воды И Духа Не Является Неким Теоретическим Вымыслом Поэтому Мы Должны Верить В Него С Искренним Сердцем Мы Можем Проповедовать Это Евангелие Только В том Случае Если Мы Действительно Верим В дела Иисуса Открывающиеся В голубой Пурпурной И червленой Шерсти И Крученном Весоне Но Даже Получив Прощение Грехов Мы Не Сможем Нести Людям Свет Вечно Если У нас Не Будет Лампады В Которую Подливается Масло Поэтому Бог Дал Нам Божью Церковь Наш Светильник На Каждой Ветви Светильника Были Чашечки А Под Чашечками Орнаментальные Яблоки Таким Образом Этот Светильник Есть Ничто Иное Как Церковь Воздвигнутая По Вере Истинная Божья Церковь Это Место Где Собираются Лишь Те Кто Действительно Получил Прощение Грехов По Вере Глава Церкви Иисус Христос А Церковь Это Его Тело И Подобно Тому Как Руки И Ноги Человека Подчиняются Командам Поступающим Из Мозга Головы Так И Церковь Подчиняется Велением Иисуса Христа Так Осуществляется Служение Евангелию На что В таком Случае Походит Божья Церковь Погрязший В грехах Мир Погибает И Церковь Ищет Души Тех Кому Не Избежать Ада Чтобы Излить На них Свет Спасения Именно Этим И Занимаемся Мы С вами В Божьей Церкви С нашей Верой В Евангелие В странах Где Христианство Имеет Долгую Историю Есть Много Людей Которые Тщательно Изучили Библию И И Имеют Глубокие Познания В Этой Области Я Верю Что Когда Те Из Них Кто Постоянно Искал Настоящую Истину Найдут Ее Они Тотчас Получат Прощение Грехов Поэтому То Я И Работаю Чтобы Проповедовать Таким Людям Евангелие Воды И Духа Объединяя В Вере Всех Рожденных Свыше Святых Поскольку Христианство В отличие От Других Вероисповеданий Основало Свою Веру На Слове Божьем Прощение Грехов Можно Получить Только Если Мы Будем Правильно Проповедовать Это Слово Однако Очень Многие В Христианстве Яростно Выступают Против Истины Искажая И Не Веруя В Нее Сколько Бы Им Не Проповедовали О Ней В Частности Есть Такие Упрямые Религиозные Фанатики Которые Не Веруют В Божье Слово И Никогда Не Уверуют В Истину Воды И Духа А Как Жить Те Кто Принимает Библию Как Слово Божье Бесчисленное Множество Этих Людей Получит Прощение Грехов Как Только Они Услышат Евангелие Воды И Духа И Веруют В Него Поскольку Я Верую В Евангелие Воды И Духа То Я По Сей День Служу Богу Вместе С Вами В Ближайшее Время Это Евангелие Будет Донесено До Миллионов Людей И Будет Очень Много Работы По Его Проповедованию Вполне Возможно Что Сам Бог Работает Там Где Не Можем Мы И Тысячи Людей Ежедневно Действительно Получают Прощение Грехов И Подобно Нам С Вами Множество Людей Станут Светильниками И Будут Проповедовать Народам Всего Мира Веру Своих Сердец В спасение Открывающиеся В голубой Пурпурной И Червленой Шерсти И Крученом Весоне Я верю Что Они Прольют Свет Истины На весь мир И Появятся Новые Верующие Которые В свою Очередь Также Будут Распространять Евангелие Мы Которые Стали Сейчас Божьими Светильниками Изливаем Свет Спасения Благодаря Нашей Вере В истину Открывающуюся В голубой Пурпурной И Червленой Шерсти И Крученом Весоне Узорчатой Работы Голубая Шерсть Дает нам Свет Истины Христова Крещения Гласящий Что Иисус Приняв Крещение От Иоанна Взял На себя Грехи Всего Мира Пурпурная Шерсть Дарует нам Свет Истины О том Что Иисус Христос Есть Царь Царей Червленая Шерсть Излучает Истину Которая Гласит Иисус Понес Грехи Мира На крест И пролил Там Свою Кровь И Наконец Крученный Весон Узорчатой Работы Сверкает Светом Истины Свидетельствующей Что Слово Божье Сделало Грешников Праведниками Евангелие Воды И Духа Дарованное Богом Это Свет Истины Открывающийся В голубой Пурпурной И червленой Шерсти И Крученном Весоне Узорчатой Работы Это Евангелие Также Говорит Нам О том Что Иисус Вернется На эту Землю Как Господь Второго Пришествия Вернет Нас К жизни Позволит Нам Править Вместе С ним Тысячу Лет В Тысячелетнем Царстве И Даст Нам Возможность Войти В неприходящее Царство Божье И Жить Вечно Вы Можете Себе Представить Что Такое Вечная Жизнь Вселенная По словам Ученых Столь Велика Что Солнечные Системы Следуют В ней Одна За Другой В других Бесчисленных Галактиках Существующих За Нашей Солнечной Системой И Млечным Путем Размеры Созданной Богом Вселенной Просто Колоссальны За Известной Нам Вселенной Находятся Бесчисленные Миры О которых Мы Даже Не знаем Падающие Звезды Или Метеоры Которые Мы видим В ночном Небе На самом Деле Являются Осколками Планет Которые Взорвались Где-то В далеких Галактиках Миллионы Лет Назад И только Сейчас Они Начинают Достигать Земной Атмосферы Где Сгорают В плотных Слоях Иными Словами Мы Сегодня Становимся Свидетелями Того Что Произошло Миллионы Лет Назад Подобно Этому Обширные Просторы Сотвоенной Богом Вселенной По-прежнему Остаются Непознанными Однако Если Просторы Вселенной Являются Загадкой Для Нас То Бог Знает Их Как Свои Пять Пальцев Бог Всеведущий И Всемогущий Творец Который Создал Все Сущее И Установил Порядок Вещей Во Вселенной Мы Освещаем Мир Светом Истины Чтобы Все Люди Веруя В Евангелие Воды И Духа Смогли Раз И Навсегда Получить Прощение Грехов И Смогли Наслаждаться Вечной Жизнью Дети Божьи Излучают Яркий Свет Позволяющий Им Жить Вечно С Иисусом Христом Бог Пребывает С нами Вечно Позволяя Нам Радоваться Его Благословением И Обвлекая Нас В Его Славу Почему Потому что Мы Веруем В свет Евангелия Его Могущество Как Только Мы Открыли Для себя Свет Позволяющий Нам Познать Истину Мы Уже Не Можем Не Не Нести Этот Свет Другим Людям И Когда Мы Видим Проведение Божье Действующее Во всей Вселенной Вера Наша В Его Дела Не Может Не Укрепляться Некоторые Звезды Исчезли Миллионы Лет Назад Но Наши Глаза По-прежнему Могут Созерцать Их Потому что Они Находились На Расстоянии Миллионов Световых Лет От Нашей Планеты Рассуждая О Бесконечности Вселенной Мы Можем Составить Лишь Приблизительное Представление О Вечности Мы Ставшие Частью Божьей Церкви Теперь Живем Неся Свет Истинного Евангелия Потому что Мы Верим В истину Открывающуюся В голубой Пурпурной И червленой Шерсти Мы Верим Что Наше Спасение От Грехов Гарантирует Нам Вечную И Благословенную Жизнь В Царстве Небесном И мы Знаем Что Бог Хочет Чтобы Все люди Спаслись И познали Истину Первое Тимофею Глава Третья Стих Четвертый Поэтому Те Кто Знают Свет Спасения Должны Вести Работу По Проповедованию Евангелия Воды И Духа То есть Выполнять Миссию Возложенную На них Богом Господь Благословил Нас Чтобы Мы Могли Выполнять Эту Работу Осознавая Наше Благословение Мы Обретаем Право Выполнять Порученную Нам Работу По Вере Я Надеюсь Что Вы Все Наполните Ваши Сердца Светом Божьей Истины По Милости Божьей Вы И Я Мы Уверовали В дела Спасения Открывающегося В голубой Пурпурной И червленой Шерсти И Крученном Вессоне Узорчатой Работы И Мы Стали Светом Спасения Для Всего Мира Стали Теми Кто Освещает Этот Мир Аллилуйя Я Благодарю Бога За Это Благодарю Пурпурная Редакли Редакли Светом Все Светом Лц Благодарю Светом Продолжение следует...